МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Опасность в сети. МВД Чувашии предупреждает об активизации мошенников. В здоровом теле здоровый дух. На заседании правительственной комиссии обсудили вопросы охраны здоровья населения республики. Мечты сбываются. В республике реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Правительство Чувашии рассмотрело сегодня ряд изменений, которые планируется внести в уже действующие законы. Подробности в нашем материале. Министерство труда и социальной защиты предлагает скорректировать механизм присвоения звания ветеран труда Чувашской республики. Сейчас этот почетный статус имеют более 46 тысяч жителей. Напомним, в июне этого года планка трудового стажа была снижена на 2,5 года как для мужчин, так и для женщин. Была увеличена ежемесячная выплата. Она составляет 1082 рубля. Ведомство планирует внести изменения. 50% стажа должно быть приобретены на территории Чувашской республики. Также предлагается ввести ограничения для присвоения звания при увольнении из-за недобросовестного труда. Здесь систематическое неисполнение работниками без уложительных причин, возложенных на него обязанности, прогулы, появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии, хищение по месту работы. Также в планах поменять порядок предоставления денежной компенсации за услуги связи. Выплаты будут по-прежнему составлять 50% стоимости, но сумма для всех ветеранов будет одинаковой. Выплаты ежемесячных пособий для ребенка будут увеличены только для тех граждан, у которых доход ниже прожиточного минимума. Также предусматриваются изменения, позволяющие использовать средства республиканского капитала на компенсацию затрат в случае строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства. Также предлагается возможность направить средства материнского капитала на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг, утешить и предоставляем образовательной организации, обучающимся на период обучения. Большинство новых положений связаны с изменением критериев и адресности предоставления мер социальной поддержки. Они коснутся и передачи ряда полномочий по оказанию помощи своим сотрудникам по оплате услуг ЖКХ в муниципальное образование. Некоторые планируемые изменения еще будут обсуждать депутаты госсовета. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. До Нового года еще больше месяца, а у героев следующего сюжета уже сбылось самое заветное желание. Из аварийного дома они переехали в новую квартиру. Дома тепло, есть холодная и горячая вода и свой туалет. Привычные для 21 века удобства у семьи Семеновых появились только сейчас. Раньше они жили в частном доме. Удобство на улице все было, в ванной нет, туалет на улице, вода на улице. Ведрами ходила за водой. Жили мы там, в этом доме, около 30 лет. Хозяйке больше не нужно колоть дрова, топить печь, чистить крышу от снега. Помощников у женщины не было, муж инвалид, а детей нет. Я пришла, когда еще работали строители, приходила я каждый день почти. Я не верила, вопрос задавала им всегда. Неужели нам двоим такой большой площадь? По программе переселения из ветхого аварийного жилья новоселье в Ядринском районе в общей сложности ждали 92 человека. Большинство его уже справили. Мы должны переселить 12 аварийных жилых домов, признанных до 1 января 2015 года. До конца 2015 года программу по переселению граждан из ветхого аварийного жилья по Ядринскому району планируется полностью завершить. Сейчас на объектах работают строители. Если успеют, елку переселенцы смогут нарядить уже в новых квартирах. В целом, по республике до 2017 года снести нужно 853 многоквартирных дома, переселиться 13 тысяч человек. Выполнение программы на контроле у главы Чувашия Михаила Игнатьева. Уже осенью сельхозтоваропроизводители думают об урожае будущего года. Как не повторить прошлых ошибок, подготовить качественный семенной материал, обсуждали на республиканском совещании. В нем участвовали главные агрономы администрации районов, ученые, специалисты филиала Ростельхозцентр и представители контрольных и надзорных органов. Но сначала итоги нынешнего сельскохозяйственного года. В хозяйствах всех категорий намолочно 575 тысяч тонн зерна, собрано 703 тысячи тонн картофеля и 116 тысяч тонн овощей открытого грунта. Неплохой урожай, качество которого во многом зависит от семенного материала. Его тоже заготовят заранее. На совещании обсудили результаты сорта испытаний сельхозкультуры республики. Отдельная тема – соблюдение законодательства в семеноводстве. Также встречаются такие нарушения, некондиционные семена. Ростельхозцентры их проверяют, выдают им документы, что они соответствуют ГОСТу. А там напишут они, по какой части не соответствуют – по частоте, по влажности или по схожести. При реализации такие нарушения встречаются. Реализуют семена без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества. В настоящее время министрельхоз Чуваши планирует внести изменения в правила предоставления субсидий на развитие элитного семеноводства. Это позволит сократить площади посевов некондиционным материалом и увеличить удельный вес элитных семян. Екатерина Степанова, Надежда Яковлева, Андрей Шоколев, Республика. Ростуризм запретил продажу путевок в Турцию из-за угрозы терактов. На сайте ведомства опубликовано, что в соответствии с законом о защите прав потребителей и оказании услуг по организации путешествий российских туристов в Турецкую Республику в условиях угрозы терроризма, по мнению Ростуризма, грубое нарушение законодательства страны и влечет за собой юридическую ответственность. В Чувашии желающих отдохнуть в данной стране не так уж много. Сезон прошел, поэтому ни туроператоры, ни сами туристы особых неудобств не испытывают. Единственное, что проблема могла возникнуть у тех туристов, которые меняли направление из Египта в Турцию. Несмотря на то, что там не сезон, купаться уже, к сожалению, практически нельзя, но также остается с тем все включено, сохраняется их стоимость изначальная. Сейчас сезон как раз-таки открыт Индия, Вьетнам, Таиланд. То есть помимо того, что там и так сезон, эти три направления как бы и остаются основными сейчас, поэтому я думаю, даже поток увеличился на 30% как минимум. О здоровом образе жизни, спортивных увлечениях, искренении и пагубных привычек говорили сегодня на заседании правительственной комиссии по охране здоровья. Каких результатов удалось достичь за этот год, а что еще только предстоит сделать, об этом в нашем следующем материале. Телерадиопрограммы, статьи о спорте, правильном питании, социальные ролики, самые активные пропагандисты здорового образа жизни и, конечно же, средства массовой информации. В тесном сотрудничестве с тремя министерствами информполитики, здравоохранения и спорта журналисты республики ежегодно готовят около 4000 материалов о здоровом образе жизни. За последние годы информации стало больше, изменился стиль ее подачи. Всегда пример. Спортивные семьи, семьи, которые ведут здоровый образ жизни, чтобы люди видели и учились на примерах этих людей. И я хочу сказать, Алла Леонидовна, много откликов, если почитать даже на сайте наших телерадиокомпаний, газет, много откликов имеют именно вот эти материалы. Последний, вредный ли здоровье, но очень модный среди молодежи тренд – курение кальяна. Об этом на заседании говорил Михаил Федотов, президент некоммерческой организации «Фонд Чувашия». На смену сигаретам приходят паровые камни, паровые коктейли, сладкий дым. И с этим надо тоже бороться. Одним из наиболее эффективных способов противодействия табачным засилию является создание пресса, мощного антитабачного прессинга, когда снизу общественность, листья общественных некоммерческой организации открытка и громко заявляет о нетерпимом отношении курения табака, а сверху органы власти, проявляя политическую волю, принимают адекватные меры. К пагубному для здоровья времяпровождению всегда есть альтернатива. Это спортивные залы, бассейны, театры, кино. Правительство Республики не жалеет средств на поддержку этих учреждений. Главное, чтобы это понимала сама молодежь и делала правильный выбор. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика. В Республике вновь активизировались телефонные мошенники, причем они стали применять новые, более изощренные преступные схемы. Каких мобильных приложений стоит опасаться, и как со злоумышленниками борются полицейские? Сегодня об этом говорили на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Мама, я попал в беду, переведи на этот номер тысячу рублей. Несмотря на предупреждения полицейских, люди по-прежнему доверяют подобным СМС-сообщениям и попадают на крючок мошенников. В Республике преступления с использованием сотовой связи интернета совершаются все чаще. Только в этом году в МВД обратилось более 400 пострадавших. В МВД Республике бьют тревогу. Мошенники придумывают все новые технологии изъятия денег. Преступникам удалось разработать вредоносные программы для операционных систем. С помощью таких приложений опытные хакеры без проблем взламывают банковские счета. На свое вооружение злоумышленники взяли и специализированные сайты бесплатных объявлений. Их пользователи, не догадываясь ни о чем, сами сообщают мошенникам необходимую информацию для списания денег. Они выманивают, соответственно, под предложением внесения предоплаты номер банковской карты, а в дальнейшем просят предоставить ту информацию, которую дает банк для прохождения регистрации. А в дальнейшем, соответственно, злоумышленник сообщает, что случайно перевел большую сумму, хотел бы вернуть данные денежные средства. Соответственно, граждане на своем телефоне фиксируют то, что действительно суммы пришли, они больше, чем изначально планировали для предоплаты. И, соответственно, сайты возвращают эти денежные средства на те реквизиты, которые указывают злоумышленники. Поймать интернет мошенников с поличным – редкая удача. Зачастую свою преступную деятельность они проворачивают, находясь в другом регионе. Одну из таких группировок чувашские оперативники задержали в Самаре. Причем преступникам удавалось обналичивать чита в местах лишения свободы. Совершали мошеннические действия посредством сотовой связи в отношении жителей города Новочебоксарска, жителей города Аллатырь, Канаш и ряд, незначительное количество преступлений есть по городу Чебоксары. Один из установленных лист на данный момент у нас этапированный, арестован, находится здесь в Чувашии. За решеткой преступники свободно пользовались интернетом и выбирали жертв по телефонной базе. У этой группировки был свой индивидуальный почерк. При совершении мошеннических действий под видом попадания родственника в ДТП, каждая колония представлялась своей фамилией. А в одной колонии, одна колония звонила, она представлялась «Я следователь Власов», вторая колония звонит «Я следователь Петров». И эти фамилии между собой никогда не менялись, то есть чутко знали. Полицейские отмечают, что пресечь деятельность мошенников поможет элементарная бдительность. Чтобы обезопасить банковские счета на смартфон, возможно установить антивирусные программы. В диалог с мошенниками лучше не вступать. Если на телефон пришла СМС с содержанием о том, что близкий человек попал в беду, не следует набирать номер якобы пострадавшего родственника. Зачастую говорят в МВД. Это оказывается уловкой. Медрик Варев и Игорь Зверев. В Чувашии по официальному приглашению Минспорта России побывал профессор из Китая Минг Кайчин. В его планах налаживание сотрудничества между странами в области физической культуры. Профессор встретился с министром спорта Чувашии Сергеем Шелтуковым, побывал в Чебоксарской гимназии номер 5 и Педагогическом университете. В Чувашском педагогическом университете профессор прочитал лекцию студентам факультета физкультуры о перспективах развития нового направления в области физической активности и здоровья. Безусловно, в современном мире необходимо применять интерактивные технологии, уверен Мин Кайчин. В качестве примера он предложил свой проект Brain Breaks. Для нас это немного нестандартная физкульт-минутка. Дети, глядя на экран, повторяют движение героев более 80 роликов. Все видео размещается на сайте brainbreaks.com. Зарегистрироваться на нем может любая школа и в перерывах между уроками использовать видео в качестве разгрузки для учеников, что благоприятнейшим образом скажется на здоровье и самочувствие детей. В Чебоксарах Мин Кайчин увидел большой потенциал для строительства модели развития физической культуры. Если все сложится, то опыт Чувашии вполне может послужить образцом для других регионов России. Я вот посмотрел, у вас очень хорошая инфраструктура, то есть у вас есть весь задел для этого. Просто поскольку есть уже поддержка со стороны министра, вот согласилась гимназия номер 5, также участвовать в этом проекте. И вот сегодня уже со стороны университета тоже желание увидели участвовать в этом проекте. Хотелось бы отдельно отметить, что это первый раз, когда я делаю такое предложение какому-либо городу вообще в целом в мире, а не только в России. И поэтому, соответственно, это само по себе уже говорит о том, что я вижу потенциал в вашем городе. Спортсменка из Чувашии Татьяна Акимова включена в состав сборной команды России по биатлону на этапы Кубка мира, который стартует 29 ноября в шведском городе Эстерсунде. Путевку в большую сборную Татьяна получила после контрольных сборов, которые прошли в начале месяца. Чувашия уже давно входит в число регионов, в котором активно развивается спорт высших достижений. Об этом говорит и количество видов спорта, включенных в перечень базовых. Именно на них ежегодно из федерального бюджета выделяются немалые целевые средства. Субсидии на развитие базовых видов спорта в субъектах Российской Федерации стали выделяться Минспортом России с 2011 года. Тогда на поддержание 9 базовых видов спорта в республику поступило около 4,5 миллионов рублей. Получить эти средства не так уж и просто. Перечень базовых видов формируется раз в 4 года по ряду критериев, преобразующихся в баллы. В субъекте обязательно должна быть программа развития вида спорта. Затем должны быть члены сборной команды России. Поэтому виды спорта рассматриваются успехи этих спортсменов на международных и всероссийских соревнованиях. Итоги выступлений на спартакиадах учащихся, спартакиадах молодежи, спартакиады среди спортивных школ. И самое главное, чтобы были высококвалифицированные тренерские кадры и организации, на базе которых можно проводить подготовку по этому виду спорта. Выделенные средства направляются на проведение тренировок, проживание, питание спортсменов, приобретение необходимого инвентаря. За счет этих средств повышают свою квалификацию и тренерский состав. Сейчас в республике активно развивается 12 базовых видов спорта, на поддержку которых Минспорт России в этом году выделил около 8 миллионов рублей. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Пануна с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин